Аномальные холода застанут Кыргызстан уже на этой неделе. Кыргыз Гидромет сообщает, что неустойчивая погода ожидается с понедельника по среду. Столбик термометра начнет опускаться с 10 января и к 13 января опустится до максимальной минусовой отметки до минус 38 градусов Цельсия. Это, конечно же, осложнит работу коммунальных и энергетических служб, однако по данным ведомств все работники готовы нести свою службу в аномальный холод. На большей части республики временами снег, местами осадки интенсивные. На дорогах снежный накат, гололедица и снежные заносы. Гидрометеорологическая служба МЧС призывает отложить поездки на дальние расстояния и соблюдать дистанцию между транспортом в 500 метров. В Чуйской и Таласской долинах ночью до 20-25 градусов мороза, днем до 14-19 градусов мороза. В долиной зоне Оржской, Джалабадской и Баткенской областях и Высокольской котловине ночью ожидается до 12-17 градусов мороза, днем до 9-14 градусов мороза. В зоне земледелия на Рынской области и в горных районах ночью ожидается до 26-31 градусов мороза, днем – 17-22 градусов мороза. К неустойчивой погоде готовы сотрудники Тазалыка. Когда нагрянут зимние морозы, на очистку дорог выйдут 25 единиц спецтехники. Готовы инертные противоскользящие материалы. Борьба с последствиями непогоды сотрудников начнется по мере выпадения снега и понижения температуры воздуха. Предстоящим морозом готова не только техника, но и сотрудники предприятия. Они обеспечены теплой униформой. Для рабочих заказана 901 форма. Их получили работники дорожно-эксплуатационного управления, водители, а также грузчики и дворники. Не допустить аварийных отключений. Энергетики также будут работать в усиленном режиме, чтобы абоненты бесперебойно были снабжены электроэнергией. А котельные будут обеспечивать тепло во всех помещениях. Крыгостеплоэнерго готова принимать меры по предотвращению аварий. Наши предприятия, все филиалы, находящиеся во всех семи областях нашей республики, они готовы. Но еще раз мы дополнительно с 7 числа усилили дежурные смены, усилили, добавили мобильные группы, автомашины с ГСМ, мобильные группы, оперативные бригады, которые будут устранять аварийные ситуации, если так таково случится. Предстоящие морозы выдержит и ТЭЦ Бишкека. По данным электрических станций, уголь прибывает, согласно графику. Расход твердого топлива в день составляет порядка 6 тысяч тонн, а на складах угля имеется свыше 95 тысяч. Причин для опасений нет.